Мы сегодня очень рады тому, что к нам приехал, мы молились об этом, и мы ожидали приезд нашего брата, пастора, благовестника, автора многих статей, учителя из Иерусалима, пастор Михаил Цин. И мы с большим удовольствием предоставляем нашему брату, гостью, сегодня кафедру Библейской Церкви для проповеди Слова Божия. Прежде чем брат будет говорить, я хочу обратиться ко всем, кто присутствует сегодня. Здесь есть люди, которые спасенные, есть те, которые ищут спасения, я знаю, есть те, которые ищут спасения. И когда вы будете слышать Слово Божие, мы хотели бы и хотим, чтобы вы внимательно его слушали, оно обязательно коснется вашего сердца. И сегодня Господь призывает всякого человека для покаяния. Знайте, сегодня время спасения. Дорогой брат Михаил, приглашаем вас, приветствуем вас и благословение вам. Шалом. Встанем, помолимся. Господь, слава тебе, аллилуйя. Мы приходим сегодня пред твое лицо, как и во все дни нашей спасенной тобою жизни. Мы молим тебя о благодати, которая с нами, в нас, которая не совсем видна, не так часто видна другим. Мы молим тебя быть вот тем отраженным светом, который откроет глаза незрячим, который укажет им один и единственный путь к тебе, Господи. Мы молим тебя, чтобы ты отразился в нашей жизни во всей полноте Духа Святого, дабы каждый, глядя на нас, мог увидеть Спасителя мира и мог сказать, я хочу быть с Ним. Благослови, Господи, эту церковь. Открой наши уши, сердца. Дай понять. Дай не просто послушать, но и услышать. Дай уразуметь, Господи, и дай следовать за Твоим Словом, по Твоей воле. Во имя Иисуса эта молитва. Аминь. Аминь. Доброе утро еще раз всем. И вообще, в Израиле, когда мы встречаемся, мы всем говорим шаббат, шалом, потому что мы встречаемся в субботу, а не в воскресенье. В Израиле в воскресенье рабочий день, все работают, а в субботу день выходной. Ну, как во времена Иисуса, кстати говоря. Наверное, перед тем, как я поделюсь с вами Словом Божиим, а говорить мы сегодня будем с вами о том же самом Слове Божием, о котором говорил Иисус, о котором говорил брат, о котором мы говорили вчера, сегодня и будем говорить с Божьей помощью завтра. Так вот, перед тем, как я поделюсь с вами Словом, мне хотелось бы буквально пять минут занять вашего внимания, рассказать немножко, представиться, принято представляться о вашей церкви, я знаю, что это библейская церковь, я понял, о чем вы молитесь. Пару слов о себе. Меня зовут Михаэль, сын, я родом из города Львова, из западной Украины. И, конечно, отец мой пережил концлагеря во время Второй мировой войны, его родителей убили, убили украинцы, убили христиане, которые называли себя христианами, по крайней мере, которые ходили в церковь, у которых были кресты наши, которые молились во имя Господа Иисуса Христа. И когда мой отец провел в концентрационном лагере два с половиной года, расстрелы осуществляли тоже христиане. Они убивали евреев по субботам, в воскресенье комендант лагеря, его помощники ходили в церковь, которая была построена там же, где расстреливали евреев. А потом мой папа убежал из концлагеря за один день до того, как немцы и их помощники убили все 15 тысяч людей, которые там были, он и трое его друзей, они скрывались два с половиной месяца в лесу, и когда пришли советские танки освобождать, мой папа вышел из леса, он метр восемьдесят два роста, и тогда он весил 50 килограмм. И когда из танка вышел русский офицер, капитан, он спросил моего папу, который едва стоял на ногах, ты еврей? Папа сказал, да, я еврей. Он сказал, мне очень жаль, что они не убили вас всех. Понятно, что любви к христианству у нас дома не было, по понятным причинам. И когда мне было 13 лет, папа сказал, что в его доме я могу веровать во все, что угодно, но только не в Иисуса Христа. Понятно, что на следующий день я нашел Новый Завет, потому что когда вам говорят, что это не делать, вам 13 лет, понятно, что вы будете делать все наоборот, папа не учел этого. Я читал много Новый Завет, меня это не впечатлило, подумал, еще один умный еврей, не больше. Потом я женился, закончил институт, уехал в Израиль в восемьдесят восьмом году. Я живу, уже 26 лет живу в Израиле, в Иерусалиме. В девяностом году я и моя жена уверовали в Иисуса Христа, в Иерусалиме. И спустя три месяца крестились в Иордане, естественно. И на самом деле то, что сделало переворот в нашей жизни, это не слова. Словами можно очень много говорить об Иисусе Христе, красивых слов, призывов, лозунгов. Нас убедила жизнь. Мы увидели жизнь людей, любовь людей, их гостеприимство, доброту, любвеобильность. И мы возревновали об этой жизни. Мы возревновали о жизни в Иисусе Христе, когда мы сравнили Слово Божье с жизнью людей. Мы поняли, что это не просто рассказ об Иисусе Христе, а это жизнь Иисуса Христа, которая возможна для нас. Поэтому моя сегодняшняя проповедь Евангелия, где бы я ни проповедовал ее по всему миру, или на Украине здесь, она всегда об одном и том же. Если наша жизнь не будет отражать слово, наши слова ложь, и напрасно. Если наша жизнь не будет соответствовать той радости, которая есть в Слове Божьей, мы обманываем себя, мы обманываем другим, и мы лжем Иисусу Христу. Слово Божье не только на страницах Писания, оно прежде всего наша с вами жизнь. И мы с вами есть ходячая евангелизация. И когда Иисус умер и воскрес, к Нему пошел Фома неверующий. Фома неверующий точно такой же, как все в миру, как в Макеевке, в Донецке, в Краматорске, в Славянске, в Красном Лимане, во Львове. Неверующий человек. И он пришел, он сказал, не поверю. Не верю я в эти сказки. Мир не верит в эти сказки. Для мира это сказки. Не уверю до тех пор, пока не вложу мою руку в его раны, до тех пор, пока я не прикоснусь к Господу Иисусу Христу. Мир имеет право прикоснуться к нашей жизни. Если он, прикоснувшись к нашей жизни, обнаружит в нашей жизни Иисуса Христа, он уверует. А если мы будем только говорить об Иисусе Христу, он никогда не уверует. Иисус Христос, когда посвящал первых своих двух учеников, он спросил у них, что вы ищете. Он не стал им рассказывать христологию, экклезиологию, эсхатологию, всю эту ерунду, которую напичкали наши головы и объясняют нам, что богословие это как раз и есть христианство. Они сказали ему, покажи, где ты живешь. И даже не спросили, во что ты веришь. Покажи, где ты живешь. Мы хотим посмотреть, соответствует ли твоя жизнь тому, чему ты учишь других людей. И он не сказал им ничего, он сказал, идемте за мной. И они пошли за ним. Библия говорит, что они провели у него день. И она ничего не говорит, какие хитромудрые учения, какие у них были библейские классы, какие у них были общения, какие у них были программы, методички. Ничего этого не было. Не было. Они были у него дома. Они смотрели, как он живет. Как он общается с другими. Как он общается с родственниками. Что о нем говорят соседи. Какая речь у него. Когда спустя день они вышли из его дома, они сказали, мы нашли того, кого искали. Мы нашли Мессию. Мы нашли Христа. У меня к вам вопрос. Если сегодня кто-нибудь на улице скажет вам, покажи мне, где ты живешь. И вы, без подготовки, не спрятав телевизор, переодевшись, и предупредив своих мужей, детей, родственников и соседей, чтобы они говорили о вас столько хороших вещей. И убрав квартиру не так, как вчера, а вот так, как они вас застанут на улице. Если они скажут вам, покажи, где ты живешь. Вы сможете их пригласить к себе домой? Более того. Сможет ли через сутки этот человек, побыв у вас в доме, и увидев, услышав, и дотронувшись до вас, сказать, я хочу быть христианином? Вот. Вот это то, чего сегодня нет. Потому что мы в церкви христиане, а дома неизвестно кто. С пастором законопослушные, с соседями непонятно кто. В библейском кружке елейные и умильные, а на работе непонятно кто. То мы раздвоены сами в себе. И мы удивляемся, почему мир не бежит сюда. По простой причине. Потому что у нас слова расходятся с делом. На еврейском языке слово-слово и слово-дело – это одно и то же слово. Поэтому Господь сказал и стало, а у нас сказал, и что стало, совершенно неизвестно. Мой призыв к вам сегодня. Когда мы будем сейчас говорить о библейском тексте, будем с вами читать. Доколе в нас не изобразится живой Иисус Христос. Доколе Он в нас не изобразится. А что значит изобразиться? Для нас, мы знаем, Он здесь. Для других, если в нас не будет изображен Иисус Христос, причем не где-то там скрытый, что Его никто не видит. Да, мы говорим, это не твое дело, я знаю, я веру, моя вера со мной. Моя вера с тобой, Господь Бог судит на разделение суставов и мозгов. Если Иисус Христос не виден другим, не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает. В вашей жизни нет Иисуса Христа. Если Иисус Христос в вашей, в моей, в чьей угодно жизни, начальника милиции, если в этой жизни Христос не виден, то это просто потому, что Его там нету. Помните знаменитое выражение? Очень трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно, когда ее там нету. Очень трудно найти Иисуса Христа в жизни человека, который только говорит о Иисусе Христе, потому что Его там нету. Одними словами, не отделаемся. Проповедь Евангелия – это против, прежде всего, наша жизнь с вами, о которой люди смотрят, качают головами и говорят, «Я тоже так хочу». Не говорить так, а жить так, чистым житьем. Вот это то, ради чего мы с вами здесь живем. Это то, ради чего мы здесь собираемся. Знаете, мне говорят, какое твое служение? Какое мое служение? Это моя жизнь. Или как у нас? Воскресенье одно, понедельник другое, в четверг одно, пятницу другое. Если наша жизнь не является служением, то у нас никакого служения вообще нету. Ты придешь сегодня на служение? Я говорю, да какое служение? У меня служение в моей жизни шесть дней в неделю. На седьмой день я прихожу в церковь, чтобы рассказать о том, как я служил Богу шесть дней в неделю. Как вы улыбаетесь людям – это служение. Как вы разговариваете с соседями – это служение. Как вы меняете пленку тем, которые не могут ходить – это настоящее служение. Как вы подаете голодным так, чтобы никто не видел – это настоящее служение. Как вы утешаете человека, который попал в беду, а не добиваете его – это наше служение. Как, несмотря на все тяготы жизни, вы не жалуетесь, а вы радуетесь тому, что имеем, потому что на каждый день достаточно благодати, и люди должны быть уверены, что то, о чем вы говорите, на самом деле в вашей жизни есть. Если его нету, а что мы тогда проповедуем? Разговоры об Иисусе или Иисуса? Знать о Боге – это не то же самое, что знать Бога. Сатана очень много знает о Боге. Он знает о Боге больше, чем всем мы вместе взяты. Он говорил с Ним. Но это не значит, что он знает Бога. А знает Бога только тот, который принял его в сердце и в жизни которого он виден. Это то, ради чего мы с вами живем. Это то, ради чего наш Господь Иисус, зная абсолютно о том, что его ожидает, входил в город Иерусалим. Я имею радость и счастье жить сегодня в Иерусалиме. Я имею радость и счастье говорить на языке нашего Господа. Делиться Евангелием с народом нашего Господа в том же самом городе, в котором Господь Бог умер. И видеть евреев сегодня, которые принимают Господа Иисуса Христа. И слава Богу Ему. И слава Ему за это. Мы с братом, естественно, не договаривались о том тексте, который мы сегодня будем читать. Он читал из Марка, я буду читать из Матфея. Но, в общем-то, это тот же текст о пришествии Иисуса. Я, правда, попытаюсь, знаете, бездна богатства и мудрости Божьей не исчерпаем. Поэтому, сколько раз бы мы не читали одни и те же тексты, мы будем смотреть это несколько иначе. Ну, я предлагаю вам сегодня посмотреть на это Евангелие глазами еврея. Еврея из Иерусалима. Потому что нравится нам или не нравится, Иисус не говорил ни по-русски, ни по-украински. Это не то, чтобы он не мог выучить эти языки. Он, наверное, выучил бы, наверное, просто тогда не было еще ни русского, ни украинского языка. И он говорил на еврите, читал справа-налево, не так, как вы слева-направо. Вы все сделали наоборот, но Господь Бог в свое время разберется. Естественно, люди его воспринимали как еврея, они называли его раввином, что значит мой учитель. Они смотрели на него, что он говорит, как он говорит, как он общается с другими людьми. И, естественно, я призываю, чтобы вы сейчас на минутку закрыли глаза и представили себе, что вы перенеслись, ну, приблизительно две тысячи лет назад, может быть, немножко меньше, да? Представили, что вы находитесь в этой толпе в Иерусалиме, в приближающийся праздник Пасхи. Или, как мы его в иврите называем, Песах. А слово Пасах, которое обозначает проходящий мимо. Да, когда ангел смерти проходил, помните, когда были помазаны косяки. Вообще-то, конечно, Иисус много служил в Галилею, но, по крайней мере, три раза в году он обязан был быть в Иерусалиме. Всегда. Почему? Потому что, когда Моисей стоял на горе Синай, Господь Бог заповедал ему, давая ему Тору, или давая ему закон, что трижды в году, вы, наверное, помните, книгу Левит, 23 главу, что трижды в году израильский народ должен, обязан собираться в Иерусалиме. Все люди израильские мужского пола. Поэтому, где бы ни находился религиозный или верующий израильтянин, хоть в Греции, хоть в Египте, хоть в Крыму, он должен был три раза в году приходить на праздники Господней пред лицо Господа Бога в Иерусалим в храм и приносить жертву. Это была обязанность, это был закон. Иисус, сам Слово Божие, Иисус давал закон Моисею на горе Синай, поэтому он не мог не выполнять то, что он сам давал. И, естественно, любя Господа Бога и Отца, он обязан был приходить в Иерусалим. И в Иерусалим собиралось огромное количество народу со всего мира под солнцем. Мы читаем потом во второй главе Деяния апостолов, что там были народы, которые говорили на парфянском наречии, на армянском наречии, на каком угодно наречии, помните? Потому что все собирались туда, добраться было безумно трудно. Не было ни поездов, не было у вас ни самолетов, то есть люди отправлялись в путь заранее, стоило огромный денег, риск, потому что не всякий корабль вообще доплывал. Более того, надо было приезжать, путешествие занимало месяцы, продолжать оставаться в Иерусалиме, все там жутко дорого, оставлять свое хозяйство дома. Это были люди, которые показывали своим делом. Там, не просто там, знаете, я люблю Господа Израиля за 3000 километров, знаете, люблю и люблю. Они доказывали своей жизнью, своим материальным благополучием, жен они оставляли, детей они оставляли там. Они уезжали на несколько месяцев, они приезжали на праздник Пасхи, а следующий праздник был праздник в пятидесятнице через 50 дней. И они тоже должны были жить в Иерусалиме? Они не могли позволить себе приехать, уехать, потом опять приехать? Нет, они должны были, по крайней мере, на два месяца оставаться в Иерусалиме с тем, чтобы осенью опять приехать. И не все из них были люди богатые. Это было огромное усилие. Весь город был переполнен людьми. Все люди говорили на разных языках, все люди прославляли Господа Бога. И Иисус, естественно, в это время обязан был быть в Иерусалиме, потому что это праздник, праздник Пасхи. Праздник, который должен был состояться согласно книге «Исход» в месяц Ниссан. Или месяц Авив, он называется по-разному. Авив значит весна, Ниссан это название месяца, и тогда он был первым месяцем года. В какой день? Да, Писание говорит, что Пасха или Исход израильтян состоялся в 14-й день месяца Ниссана. 14-й день месяца Ниссана. Если вы спросите у меня сегодня, какой сегодня день, я вам скажу. Сегодня по еврейскому календарю 13-й день месяца Ниссана. И по еврейскому календарю, по календарю Иисуса Христа, Пасха завтра. У вас несколько другой календарь, но Павел, учитывая это в послании к римлянам, говорит, кто соблюдает дни для Господа, соблюдает, то нет проблемы. Но просто если вы хотите абсолютно точно, когда все, что было, Пасха начинается завтра. Потому что у Иисуса не было григорианского календаря. Календарь еврейский другой, в месяце 28 дней, иногда 13 месяцев в году. Месяц Израиля лунно-солнечный, и это тот календарь, который дал Господь Бог. И в 23-й главе книги Левит он говорит, это мои установления вечные. И никто не имеет права менять, обращаясь к израильскому или к еврейскому народу. Мы поговорим с вами об этом, что это значит с этими днями. Но это просто так слово. Итак, мы читаем в 21-й главе, начиная с 1-го стиха книги Евангелия от Мати, так звали Матфея. Это еврейское имя Мати или Мататиягу, по-русски, вернее, с греческого языка Матфей. И мы читаем. И когда приблизились к Иерусалиму. Поднимите руку, кто-то когда-то был в Иерусалиме? Было, много людей. То есть, приближаясь к Иерусалиму, Иерусалим это было не то, что сегодня, а то, что находилось за стенами, укрепленными городом. Иерусалим внезапно возникал на горе. Иерусалим находится приблизительно на высоте 700 метров над уровнем моря. Естественно, все пилигримы, которые приезжали в Яфа или город Иопию, город Иопию мы знаем, по крайней мере, по двум упоминаниям в Библии. И одна это город, который и он обижал от лица Господня, чтобы уехать потом в Таршиш или Тарсис или Испанию. А другое упоминание это город Яфа и Иопия, когда Петр там находился, у него было видение в доме Шимона или Симона, как вы говорите, Кожевника. И вот они приезжали в город Яфа и они поднимались вверх, эти 50-60 километров, в гору. И они пели что? Псалмы восхождения. Псалмы восхождения, потому и называются псалмами восхождения, потому что их пели все, которые поднимались в Иерусалим. В Иерусалим нельзя было опуститься. В Иерусалим можно было только подняться. Точно так же священники, которые на праздники черпали воду из прудов силуанских, кто был в Иерусалиме, должен знать, где город Давида. Еще один сюрприз. Город Давида и город Иерусалим, это два разных города. И, кстати, пользуясь возможностью приглашать вас в Иерусалим на наши учебные туры. Подойдите ко мне, если кому будет интересно. И вот они, поднимаясь, священники с этой водой, они поднимались на храмовую гору или гору Мария, на которой, мы знаем, происходило жертвоприношение Авраамом Исаака, и на которой был потом построен храм Соломона, и на которой был построен второй храм Зерувавеля, который потом расстроил Ирод, и в который приходил Иисус Христос. И они пели все эти псалмы восхождение, то есть с радостью поднимаясь к Господу Богу. Поэтому это называется псалмами восхождения. Поэтому, когда они поднимались в оригинальном тексте к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Элеонской, Эль-Эльон, Алия, Поднятие, или Масличная гора, или Элеонская гора, много названий есть, или Оливная гора, Элеонская гора, место, с которой потом он вознесся, место, куда он вернется. То есть поднимаясь Элеонская, Эль-Я обозначает подъем, поднятие. Когда они приблизились к горе Элеонской, тогда Иисус, или на еврите его имя было Ешуа. Его звали Ешуа. В греческом языке нет буквы Ш, поэтому там появилось слово Есус. И отсюда перешло в русский язык. Точно так же, как на еврите Шаббат, Ш, а по-русски как Суббота, Ш вместо С. И так очень большое количество слов. Поэтому здесь они приходят, Иисус посылает, или Ешуа посылает двух учеников. Это еврейская традиция. Если Равин приходил в какой-то город, и ему надо было что-то делать, он никогда не посылал одного ученика. Потому что второй должен был быть всегда свидетелем тому, что делает первым. Поэтому Писание говорит, два или три свидетеля, да, подтвердится всякое слово. Что было сделано так, как надо, всегда два глашатая или два свидетеля предваряли того, кто имеет значительную какую-то позицию или должность. То есть Равин всегда посылал как минимум двух своих учеников, поэтому Иисус посылает двух своих учеников. «Праздник, надо готовиться к Пасхе. Сказать им, пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдите ослицу привязанную и молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне». Я много слышал, что значит осла и ослицу, но если вы помните вот этот знаменитый стих «Не вари козленка в молоке матери». Значит, нельзя было разлучать согласно еврейскому закону мать и ослинка или козленка, кто угодно. Поэтому всегда, когда вы брали ослицу, всегда надо было брать с собой осленка. Всегда, когда вы брали козочку, надо было брать с собой козленка. И нельзя было варить одного в молоке другом. Показывала связь неразрывную, которая должна была быть между матерью и ребенком. Кормление – это результат или это признак могущества. Был в иудаизме всегда и во времена Иисуса. Тот бог, который в русском языке называется «бог всемогущий», да, вы знаете, да, и на еврейце, может быть, вы слышали это слово «эль шадай», да, «эль шадай». А что такое шад? Шад на еврейце – это грудь, которую женщина вскармливает. Поэтому то, что вы называете «бог всемогущий», на еврейце называется как «бог вскармливающий свой народ», потому что сила состоит не в том, чтобы давить, а в том, чтобы кормить. Потому что Господь пастырь мой, или Адонай Рои, это не тот, который пасет, а с еврейц – это тот, который кормит. Сила состоит в том, что тот, который кормит, который дает жизнь. Поэтому, естественно, берется, Писание говорит, ослица и молодой осел. Но еще одну вещь я хочу вам сказать. Когда это вообще происходит? Я не случайно спросил у брата, значит, сегодня у вас вербное воскресенье. Ну, понятно, в Израиле верба не растет, да. А что растет? Пальмы растет, да. Но когда Иисус входил в Иерусалим? Я спрашиваю, а когда Пасха у вас? Мне говорят, через неделю, следующее воскресенье. Но это Пасха, которая знаменует собой воскресенье Господа, правда? Значит, 14-го Ниссана, а теперь давайте считать вместе. 14-го Ниссана Иисуса должны были распять. А входит он сюда, если вы теперь посмотрите ту же самую книгу «Исход», там написано, он входит туда 10-го Ниссана за 4 дня до этого. Теперь, если вы посмотрите в книге «Исход», я постараюсь сейчас найти, пока я буду говорить, если вы посмотрите в книге «Исход», то вы обнаружите, что он должен был зайти туда. То есть, молодого ягненка без порока надо было взять в еврейский дом за 4 дня до его жертвоприношения. Написано в книге «Исход», 12-я глава, начиная с 3-го стиха. «Скажите всему обществу сынов Израилевых, в 10-й день сего месяца, то есть в 10-й день месяца Ниссана, за 4 дня до его смерти, до смерти ягненка, в 10-й день месяца Ниссана, пусть возьмут себе каждый одного агнца по семейству, по агнцам на семейство. А если семейство так мало, что не съедает агнца, то пусть возьмут с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчиститесь на агнца». А теперь внимательно. Агнец у вас должен быть без порока мужского пола однолетний. Агнец должен быть без порока мужского пола и однолетний. Что делает семья в книге «Исход», когда она берет в себе этого беспорочного чистого агнца? В течение 4-х дней до 14-го Ниссана, когда агнец должен быть принесен в жертву, она проверяет, или этот агнец на самом деле без порока. Потому что ничего увечного не должно быть принесено Господом Богом. Что делают книжники, фарисеи, саддукеи, с Иисусом на протяжении 4-х дней между 10-м Ниссана по Писанию и 14-м Ниссана, когда его проносят в жертву? Они его проверяют. Они задают ему огромное количество вопросов. Что он думает о храме? Что он думает о Боге? Является ли он Мессией? И они не находят в нем греха. Никто не находит в нем порок. Поэтому суть того, что здесь описано, связанная с Ветхим Заветом, с Торой Моисеей, состоит в том, что это неразрывное Писание. Тот, кто хочет понять, почему Иисус приходит именно 10-го Ниссана за 4 дня, не за 5, не за 6, не за неделю, а за 4 дня до своей смерти, должен понимать, что Иисус это делает умышленно, потому что Он прекрасно знает, что за 4 дня до смерти, до жертвоприношения Агнца Агнец должен быть взят в дом. И именно в этот день, 10-го Ниссана, все сообщество сынов Израиля, в тот самый день, когда Иисус входит в Иерусалим, оно берет в себе каждый Агнца по числу обитателей этого дома. И дальше начинается проверка. Глубокий символический акт, который мы понимаем, если мы рассматриваем Писание с точки зрения еврея, который там тогда живет. И он, естественно, приводит здесь слова из Захарии, скажите через Сионовой, царь твой грядет тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осли, сыне подъерем. Писание говорит нам дальше, что ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус, привели ослицу, молодого осла, положили одежды. Народ же, предшествовавший, сопровождавший, восклицал ему «Асана сыну Давидову» или «Ошиана бен Давид». «Ошиана бен Давид». «Ошиана бен Давид», они кричат ему «Асана сыну Давидову», благословен грядущий во имя Господне, «Асана вышних». Или они ему говорят на иврите «Барух аба бешем Адонай», «Ошиана бешамаин», «Барух аба бешем Адонай». Откуда они берут эти слова? Если вы откроете со мной на секундочку 117-й, по-моему, псалом, да, 117-й псалом, там написано «О Господи, спаси же». Тут они ему говорят «Асана сыну Давидову», да, или «Асана вышних», а там они ему говорят «О Господи, спаси же». А знаете почему? Потому что «Асана» переводится как «спаси же». «Спаси нас, пожалуйста». «Ошиана». «Ешуа» – это имя Господа, Иисус, а «Ошиа» – это спасение. Слово «Ешуа», «Ешуа» и «Ошиа», потому и назвали его Иисус, что он надлежит ему спасти. Поэтому они кричат ему здесь не «Аллилуйя», не «Благодарим тебя, Господь», как некоторые думают, значит, слово «Асана». Нет, слово «Асана» на еврейском языке – это два слова, на арамейском даже. «Ошиа» – это значит «спаси», «Ана, пожалуйста, молим тебя». «Ошиана» – они ему кричат. «Ешуа» – «Ошиана», и при этом они приводят ему знаменитые слова «Барух, Аба, Бешем, Адонай» – «Благословен грядущий» или по-русски «грядый» во имя Господня. Теперь очень интересный момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Опять-таки мы смотрим на все с еврейской точки зрения. Если мы посмотрим с вами Евангелие от Иоанна, то же самое там описывается, там написано «На другой день множество народа, пришедшего на праздник». Это 12 глава, 12 стих. «Услышав, что Ишуа» или «Иисус» идет в Иерусалим, они взяли пальмовые ветки, пальмовые ветки, ну, не мертвые, пальмовые ветки, да, и вышли ему навстречу и восклицали «Ашсана» или «Ошиана» и «Благословен грядущий во имя Господне Бог Израиль». Я хочу остановиться буквально на два слова, два слова на этих пальмовых ветках. Почему это вообще так важно? И если мы посмотрим один очень интересный момент, то в книге пророка Захарии, в книге пророка Захарии мы читаем с вами, что единственный праздник, который будет праздноваться со всех праздников, это какой праздник в Тысячелетнем Царстве? Все знают? Праздник Кущей, да? А кто не придет на праздник Кущей, у того не будет дождя, помните, да, эту историю? Поэтому, например, вот в последней главе написано, вот, затем все остальное время, 14 глава 16 стих Захарии, затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу или Адонайт Сваот, Сава на Израиле значит армия, для празднования праздника Кущей. То есть, а теперь подумайте, значит, пальмовые ветви используются только на праздник Кущей, из них строят шалаши. В свое время, когда они оказались на горе преображения, помните, явился им белым все вот это, вот, они говорят, Господи, хорошо нам здесь, и что говорят ему апостолы? Давай построим, что? Кущей хорошо нам тут. Почему? Потому что они подумали, что наступает тысячелетнее царство. Но Писание это они читали. Они знали, согласно книге пророка Захария, что если наступает тысячелетнее царство, что надо делать? Надо строить кущи. Поэтому они предлагают ему немедленно построить там кущи, потому что нам хорошо. Они думали, что наступает тысячелетнее царство. Поэтому мы сейчас будем строить кущу, одну для тебя, другую для Иль, и будем здесь жить и радоваться. Здесь праздник Пасхи. До праздника кущи еще полгода. Тем не менее, народ Израиля выходит с пальмовыми ветками, которые он должен выходить только на праздник кущи. Почему? Да потому что они решили, что раз приходит Мессия, то наступает что? Тысячелетнее царство. Поэтому они выходят именно с пальмовыми ветками. И тот, кто не был в Израиле, никогда бы не понял, почему не принято вообще на Пасху выходить с пальмовыми ветками. Это совсем другой праздник. Но люди-то ожидают Иисуса, они говорят ему, царь идет. Поэтому что они делают? Они срезают пальмовые ветки. Они уверены, что вот сейчас надо будет строить кущи точно так же, как на горе Преображения. Они хотели, потому что наконец-то придет Мессия Христос, который установит справедливость и тысячелетнее царство здесь на земле. Не только они. Уже после того, как Иисус умер, после того, как Иисус воскрес и должен был быть вознесен в первой главе Деяния апостолов, они так и не поняли. Они говорят, ну так что, не в сиельное время ты хочешь восстановить царство Израилю. То есть они там же и все еще думают, что все, не будет ничего. Есть только одно пришествие. Они не ожидают второго. Они не понимают. Они хотят построить кущи и жить в тысячелетнем царстве. И вот теперь представьте себе эту ситуацию. Идет Иисус. Его знает, что его ожидают. Четыре дня его будут проверять. Народ, который его встречает, принимает его за царя. Он выполняет все пророчества из Захарии, из Псалмов, из книги Исход, из книги Левит. И он идет и обращается к своему народу. Как бы я дал вам Писание. Я есть Слово жизни. Вы должны понять. И они не понимают. Они думают. Они не понимают, что должно ему умереть. Лучший народ, который тогда был. Я хочу, чтобы вы поняли. Это не худший народ. Лучший, который приехал со всего мира. Который тратил свои последние деньги. Который рисковал своей жизнью. Который хотел выполнять закон. Знание о Боге – это не знание Бога. Это две разные вещи. Наши желания не всегда совпадают с правилами, что надо делать. Вера не всегда совпадает с делами. Вот в чем проблема. И Господь Бог смотрит на это. Как вы думаете, что у него происходит в сердце? Он пришел умереть ради всех. А вот самые лучшие и самых лучших, и самых замечательных, они все равно до конца не понимают плана Божия. Более того, он знает, что пройдет всего нескольких дней и начнется самое страшное. Те, кого он создал из праха, они будут плеваться, ругаться и желать ему смерти. Вот представьте себе на секунду, да? Вот мы с вами далеко не безгрешные. Безгрешные, поднимите руки. Я надеюсь, тут таких нет. И тем не менее, если нас кто-нибудь несправедливо обидит, хотя у нас миллион других грехов, мы чувствуем себя как? Хорошо или плохо? И мы не готовы страдать за то, чего мы не делали. Да, если, например, я украл, не дай Бог, и мне сказали, ты украл, ну, я могу, конечно, жаловаться, но я в душе буду знать, что он прав. А если мне, если я украл, скажу, что я спрелюбодействовал, и хотя я вор, но не прелюбодей, я буду возмущаться, говорить, как ты смел, я вор, но я не прелюбодей. Ну, это так, приблизительно. Я не скажу, что я вор, но я скажу ему, как ты можешь. А вы когда-нибудь думали, что должен чувствовать человек, который вообще никогда не грешил? То есть вообще никогда не грешил. И он должен принимать оскорбления от законченных грешников, которых он знает насквозь. Мало того, он должен за них умереть. И он знает, что его смерть, ему будут плеваться, его не примут. Такая степень смирения, она ограничила с радостью празднования праздника. Вот это я никогда не смогу понять, и мы никогда не сможем понять. И в этом величие нашего Господа. Я хочу обратить ваше внимание, может быть, на последний элемент или последний. Собственно, к этому я веду. Того, как прожил Иисус эту земную жизнь. На протяжении вот этих вот дней после входа в Иерусалим, 10-го Ниссана и до 14-го, он попадает в Гефсиманский сад вместе со своими учениками. Они, естественно, поев хорошо на пасхальный ужин. Кстати, завтра у меня дома пасхальный ужин. Меня ждет. Мы будем праздновать Пасху. Завтра. Исход из Египта. И он молится. Побудьте со мной, говорит. Он говорит, знаете, не просто всему Иерусалиму. Он говорит лучшим из лучших. То есть, даже Иуды уже не было. То есть, ну все самые лучшие, ну все. Но вот не было лучше и больше знающих людей на земле. Ну, вы согласны со мной, да? Ну, апостолы, ну кто? Ну, ну не было никого больше. То есть, тот или те, кому он доверяет вообще. Самое, ради чего он пришел на эту землю, да? И он говорит им, ну, ну побудьте со мной. Я от вас ничего не прошу. Ну, не заваливайтесь спать. Это много. Я даже вас не прошу не плакать со мной там. Ну, просто посидите. Знаете, я на 100% Бог, говорит он. Ну, я же на 100% человек. И никому не хочется умирать, да? Он говорит, Господи, ну пронеси мимо, но Твоя воля. И вот он просит простые вещи. И к нам. Ведь это же к нам, дорогие мои. Думали об этом? Он избрал нас. Он говорит, ну побудьте со мной. Ну, хоть немного. Мы же торопимся все время, да? Мы заняты. Мы заняты служением. Он говорит, со мной побудьте. Это же есть служение. Без него это не служение, это работа. С ним это служение. И они его благополучно оставляют и ведут себя спать. И вот Гефсимания. Это совсем рядом. Возле Иерусалима. Это у подножия Леонской горы, кстати говоря. Писание говорит. Когда еще он говорил, 26 глава, 46 стих. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня. И когда еще говорил, 47 стих, 26 глава. Это Матфея. Вот Иуда. Кстати, ирония состоит в том, что слово Иуда переводится как благодарение. Ну, благословение, которое давал когда-то Яков. Помните, своим сыновьям. Вот Иуда, молодой лев. Не тот Иуда, но из колен. Вот Иуда, один из двенадцати. Пришел, и с ним множество народа с мечами и колями от первосвященников и старейшин народных. Представьтесь, все, заканчивается. Больше он не сможет общаться со своими апостолами, поэтому он говорит, ну, я не знаю даже, что вам сказать. Предающий же Его, Иуда, дал им знак. Сказал, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. Это очень странное место, потому что Иисуса знали все. Целовать Его, это знак. А просто показать пальцем, приближаться, там рядом Петр стоит с мечом. Да мало ли что, целовать. Иисус ему сказал, да, иди и делай то, что тебе надо. И в него вошел. Зачем это вообще все надо? Да и так все прекрасно. Иисус знает, и говорит, что вы пришли ко мне с колями, я же никогда не прятался. Вы знаете меня? Это странно, что он приводит людей и именно таким знаком целует его и говорит, кого я поцелую, возьмите. Это очень просто, но не так просто. И почему он это делает? Откройте со мной Библию на секундочку на Псалом 2, да? Второй Псалом, стихи 11 и 12. Там написано, служите Господу, вы знаете этот стих, да? Со страхом и радуйтесь с трепетом. А вот дальше написано, почтите сына, да? Чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре, блаженны все уповающие на него. Можете мне поверить, что там написано не почтите, а поцелуйте. Вот просто поверьте, ты на шку на еврейском языке. Почему? При приветствии или при встрече раввина или учителя все должны были поцеловать его либо в плечо, либо в руку. Кстати, когда вам показывают на этих картинах поцелуй Иуды, он его целует в уста, этого не может быть, потому что этого не может быть никак и никогда. Потому что ученик раввина в губы не целовал никогда, ни при каких условиях, ни за какие деньги. Это было непринято. Он его поцеловал либо в руку, либо в плечо. Потому что, когда он ему говорит, радуйся, равви, он с этими словами, оно описано в десятках источников. Это был знак того, что я твой ученик. Рав обозначает учитель, равви обозначает мой учитель. То есть он подходит, как один из его учеников, предатель, и говорит ему, радуйся, мой учитель. И поэтому он должен был поцеловать его либо в плечо, либо в руку. Не почтите, как написано, а поцелуйте. Что это значит? Точно так же, как сегодня мы крестимся во имя Иисуса Христа, а раньше, как пишет Павел в послании Коринфянам, крестились все в Моисея, помните, да? Или в облако, или в случае с Аполосом, когда он встретился с Прескилой и Акилой, он был крещен крещением Иоанна, или был крещен в Иоанна. Точно так же, когда радуйся, равви, когда я становлюсь чьим-то учеником, я присоединяюсь к его учениями со словами «Ты мой учитель, а я твой последователь». И то, что ты передал мне, я буду передавать другим людям. Что делает Иуда? Он в присутствии огромного количества людей при помощи этого знака, поцелуя его в плечо и говоря ему, что ты мой раввин, говорит, «Люди, смотрите, Бог – учитель сатаны, Бог – мой учитель, и все, что я делаю, в лгу убиваю, это из-за Бога, чтобы вы знали, это не я, это Господь Бог делает то, что я делаю». Это абсолютно гениальная дьявольская задумка, которая действует в этом миру до сегодняшнего дня, когда люди не видят разницы между Богом и дьяволом. Главное, чтобы было чудо. Слава Богу, слава дьяволу, да какая разница, ни того, ни другого никто не видел, так говорит мир. Главное, чтобы было здоровье, да какая разница, кто даст, Бог – дьявол, не имеет значения. Главное, чтобы были деньги, да какая разница, откуда, там же ничего нету, потому что и Бог, и дьявол, все едино. Поэтому последнее, что делает негодяй Иуда, в которого вошел сатана, то есть сатана приходит и говорит, «Господи, ну ведь ты же мой учитель, ты же меня создал, ты же меня привел в этот мир, это же я был ангелом осеняющим, который свалился, согласно книге пророка Иезекииля, ты же виноват в этом, что ты хочешь от меня?» И пусть все люди об этом знают. Пусть люди знают, что нету разницы между Богом и дьяволом. Вот то, что происходит здесь. Это то, что происходит до сегодняшнего дня. Я буду заканчивать на этом месте. Последнее, что Иисус внятно слышит от людей, мало того, что Его предали самые близкие, так самый враг, говорит Иван, мы с тобой одно и то же. А? Разве ты не видишь, если вы, что тебя предали вот самые твои близкие? Так какая же разница? Поклонись мне! Помните? И все, какая разница? Нету разницы с точки зрения сатаны и мира между Богом и дьяволом. У нас говорили так, водка, пиво, лишь бы с ног валило. Вот. В духовном смысле. И мой вопрос сегодня к вам. Мы живем так, чтобы в нашей жизни была видна эта разница? Или нет? Если нет, то мы ничем не отличаемся от того, который говорит Раби, радуйся, радуйся, мой учитель. И тогда весь мир, судя по нам, судит о нашем Господе. Такие, какие мы есть, такие наш Господь. Павел говорит, да? Подражайте мне, как я Христу. Значит, если я не подражаю Христу, я подражаю дьяволу. Потому что Иисус сказал, кто не со мной, тот против меня. Нет такого, что я не подражаю ни тому, ни другому. Поэтому, если я называю Иисуса своим учителем, и Господом, а за ним не следует, то весь мир, глядя на меня, видит Иисуса, который не Иисус, а дьявол. Это тот вопрос, который стоит перед нами сегодня. Вот в преддверии вот пасхального жертвы, смерти Иисуса и Его воскресения. кто мы и куда мы идем? С ним ли мы или мы сами по себе? И не обманывайтесь, если мы сами по себе, мы не только не с ним, мы с дьяволом. Что бы мы по этому поводу не говорили? Как бы мы по этому поводу не оправдывали себя? Ну вот так сложилось, так получилось, были обстоятельства. Обстоятельства были у всех. Все достойны ада и смерти. Все согрешили, лишены, слава Богу. Всех наш Господь нашел нас мертвыми по делам и преступлениям нашим. Он воскресил нас для новой жизни. Поэтому никто не может оправдаться тем, что вот я родился в семье алкоголиков и неверчиков. Не бывает. За то, что ты папа алкоголик, он будет нести ответ. А за то, что ты стал алкоголиком, я спрошу с тебя. Вопрос опять к нам. Те ли мы, за кого мы себя выдаем? Или мы со стороны Иисуса? Или со стороны тех, которые пришли с колями и с мечами взять Его? И пусть наши слова не обманывают ни нас, ни других. У вас есть даже возможность сегодня заглянуть в свое сердце. Даже если вы 30 лет ходите в церковь и спросите, Господи, с кем я? Я на самом деле в толпе? Или я на твоей стороне? Никогда не поздно, пока мы еще дышим, принять Иисуса в свое сердце. Даже если вы пастор церкви 30 лет или 50 лет. Никогда не поздно, пока мы еще дышим, отдать свою жизнь и сказать Ему да. Поздно только тогда, когда мы перестанем дышать. Проблема только в том, что никто не знает, когда это может наступить. И люди, которые откладывают это на потом, не знают, что потом может не наступить. А вместе с потом в жизни никогда не наступить и вечность. Подумайте об этом. Особенно в эти дни, когда нашей радости воскресения Иисуса присутствует скорбь от того, что мы все сделали с Ним. Потому что Его распяли не евреи, Его распял наш грех. Всех нас. Если Он умер только за евреев, все наши старания тщетны. Он умер за всех, за каждого согрешившего в прошлом, в настоящем и в будущем. Помолимся.